ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дебор упражнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Выпадаем два пара. Перра, икки, виша, твата. Перра, икки, виша, твата. Перра, икки, виша, твата. Ну и приседания бегаешь лет пара. Бунок учень. Перра, икки, виша, твата. Ильяк, улта, щича, цаккар, тахар, вунна. Зарядка вишленча. Урнеде лая хун сунадов. Зарядка вишленча. Зарядка вишленча. Зарядка вишленча. Дорога. Каза, икки, виша, твое покоя. Перра, икки, виша, твое покоя. Поломаны, пахманы язык. Камечер Аджибиря. 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 дешевле и шепла мурга шторах анчим он сандер шкулинча варенигин зимки шапка пионер и темпе пиле казакла нащи воздушку линча музей бурщак музей ревара ядар лакадис пор пионерик одесса очень чем в зимпере витю и герсидия начинка дохалях парля пакса и лерха пищу да пионерзень кеде забор ку парапан пионерзень елавя пионерзень елавя пионерзень елавя у праназь ага пионерзень гогнер СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие телезрители, дальше наш эфир пройдет на русском языке, потому что у нас такие замечательные гости, и они, к сожалению, не владеют чувашским языком. Но я думаю, что и на русском языке эфир пройдет очень весело и замечательно. Да ведь, очень рада представить вам наших гостей. Сегодня у нас в гостях исполняющие обязанности директора и художественный руководитель Чувашского театра оперы и балета «Волга-опера» Андрей Викторович Попов и директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Анатольевич Костюшкин. Добрый день. Мы очень рады вас видеть в студии. С каким настроением вы сегодня встретили новый день? Настроение просто чудесное. Ведь недавно мы совсем открыли наш четвертый международный фестиваль «Аперетты» нашей замечательной премьеры «Фиалка Монмартра» на музыку Имри Кальмана. А вчера, у нас второе главное событие, вчера мы открыли большие гастроли на Уральского театра музыки, драмы и комедии на нашей сцене замечательным спектаклем, ледяным творцом в сопровождении нашего симфонического оркестра под управлением главного дирижера. Хорошо, да, вот дирижера. Хорошая творческая коллаборация. Да. Необычный опыт на самом деле, да, потому что спектакль достаточно большой и в сжатые сроки оркестр Чувашского театра выучил ноты. Это наш дирижер, буквально там было две репетиции и вперед. Многие уже знают, что Чупак Саара стал центром проведения международного фестиваля «Аперетта». Расскажите немного историю, вот как наша республика вообще пришла к этому? Ну, фестиваль уже давно, он был вначале не международный, вот буквально последние годы мы сделали его международным, это четвертый международный сейчас фестиваль. Фестиваль мы расширили. Помимо основных мероприятий, в этом году их девять, это на основной сцене, еще также девять спецпроектов, которые идут у нас в стеклянном зале многофункциональном. И все остальные спецпроекты абсолютно бесплатны. Мы делаем и экскурсии по театру в сопровождении «Призрака оперы». Мы делаем мастер-классы, мы делаем творческие встречи. Мы назвали эту встречу «Ардиологи» с нашими замечательными солистами, народной артисткой Маргаритой Финагентовой и Михаилом Журковым. Также мы сделали совместно с новоуральскими ребятами художественное училище, наше, Чувашское, вместе с новоуральскими художниками, мы сделали выставку от Волги к Уралу. И работы стоят у нас в фойе, и зрители, которые приходят на наш спектакль, с удовольствием смотрят эти замечательные работы, поскольку художникам 12-13 лет. Дети, да, учащиеся в нашей художественной школе, виды нашего города, графика, очень интересная тоже работа. Очень много таких переплетений, коллабораций, которые дают толчок помимо развития театра, также дают большой толчок в развитии наших творческих специалистов. Поэтому, я думаю, мы будем продолжать наше сотрудничество, оно будет крепнуть, и еще мы что-то очень интересное для наших зрителей, для наших артистов, я думаю, сделаем. Обязательно, конечно. В ближайшие дни, по крайней мере, точно. Да, надо еще важно отметить, что совсем недавно, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта, мы были, наша балетная труппа, на сцене на Уральского театра в Свердловской области. Мы показали наши пять балетных спектаклей, и сейчас с ответным визитом на Уральский театр нашей сцены. Очень здорово. Андрей Анатольевич, как Вас и Чуваши встретил? Как вам вообще наш город? Прекрасный город, Волга, все зеленое лето. У нас на самом деле на Урале достаточно редко бывает, так что в мае так тепло и хорошо, потому что климат такой очень переменчивый, поэтому встретили Чебоксар нас прекрасно, с хорошим настроением приехали. Мы привезли с собой 97 человек, три фуры декораций, вот, привезли пять спектаклей, наших авторских спектаклей, которые, ну, если говорить о театре нашем, мы находимся в закрытом городе, город Новоураль, Свердловской области. Это у нас один из старейших театров, система закрытых городов, один из лучших музыкальных театров, наверное, в системе затоточной, а региональные тоже достаточно на хорошем уровне. Мы лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска». Вот, привезли наши авторские мюзиклы. Привезли с собой автора Евгения Гоглоева, очень известный наш детский писатель-фантаст. Тут у него накануне было несколько встреч здесь с Чебоксаром, с читателями. Вчера тоже он присутствовал, тоже общался со зрителями. Вот, ну, публика встречала просто фантастически, такой очень был добрый, радушный прием, энергетика, которую зрители дарили, конечно, она отражалась и на игре актерской, да, все были просто счастливы на самом деле. Вот, говоря о публике, у вас аудитория более молодежная или более взрослая? Или все возрасты? Ну, вы знаете, в последнее время, конечно, больше молодежи приходит в театр, и благодаря Пушкинской карте, в принципе, это дает возможность им практически бесплатно сходить. И у нас все наши репертуарные спектакли, и также гастрольные спектакли доступны по Пушкинской карте. И вчера очень много было молодежи, и действительно, как Андрей Анатольевич отметил, фееричные были настолько поклоны, зрители аплодировали, наверное, более пяти, минут просто стоя в конце, в завершении спектакля. Поэтому я думаю, что вы покорили чувакских зрителей. И сегодня у нас тоже два показа спектакля «Снегурочка». Первый показ, который в 14 часов вообще нет билетов практически, на 16 еще немножко осталось, а вечером мы показываем нашу замечательную оперету «Мистер Икс». Поэтому, я думаю, зрители могут и сравнить, и выбрать для себя, поскольку программа этого фестиваля вообще разнообразна. Для любого зрителя, там и музыкальные сказки, и мюзиклы, и опереты, и это все для наших любимых зрителей мы сделали, чтобы они нашли для себя уникальный спектакль, сходили, посмотрели уникальные спектакли на Уральского театра, которые можно увидеть только на их сцене, и теперь в эти дни на нашей. Поэтому большое событие для жителей, гостей Чуваши. Конечно, очень рада, что места не остались, потому что это же такое достижение, потому что молодежь ходит в театр, и люди остальных возрастов тоже. Стараемся, да, чтобы удивить, чтобы действительно покорить зрителя, сделать театром таким местом притяжения, местом культурным, чтобы зрители приходили, смотрели лучшие работы, которые идут на лучших сценах, конечно, смотрели, следили за творчеством наших замечательных артистов, и для этого мы сделали несколько встреч, ардиологи, чтобы зрители, которые ходят на спектакль на своих любимых артистов, могли пообщаться, позадавать вопросы. Также мы провели прямой эфир, и в онлайне, кто не смог присутствовать, так же это все прошло. Поэтому я думаю, мы будем это расширять, и, соответственно, расширять наши спецпроекты, помимо основных мероприятий. Все в целом, мне кажется, такое большое-большое громадное событие получается. Ну, фестиваль – это не только же показы спектаклей, наверняка еще какие-то мероприятия проходят, да? Ведь вот большие гастроли мы отметили, еще, может, какие-то встречи, мастер-классы. Да, ну вот они каждый день у нас, как я уже отметил, 9 мероприятий на основной сцене – это показы спектаклей, и также вот 9 мероприятий мы сделали бесплатных, это вот спецпроекты. Поэтому доступно, в принципе, все для наших зрителей, это все размещено на наших информационных ресурсах, на сайте, нужно только зарегистрироваться и прийти в театр. В эти дни театр раскрывается со всех сторон в дни фестиваля, поскольку, когда мы показываем наши репертуарные спектакли, конечно же, это сложно, поскольку идет постоянно непрерывная работа, то мы репетируем, то мы готовимся к чему-то и так далее. А в дни фестиваля мы настраиваем всех наших коллег, что зрители могут приходить, и могут приходить просто участники спецпроектов. Поэтому всегда мы рады, всех встретим, расскажем, проводим, объясним. Наши дорогие зрители, я думаю, тоже приятно удивлены. Мы тоже включились в спецпроекты. Наши ребята, которые приехали, будут проводить мастер-классы по хореографии, по актерскому мастерству для ребят, которые учатся в заведении дачи боксара. Думаю, это будет очень интересный опыт. Да, мастер-классы у нас, кстати, завтра и послезавтра. У нас мастер-класс по сценическому движению и по актерскому мастерству проводят как раз труппа из Новоуральска. Поэтому я думаю, сравнить наши мастер-классы и сравнить мастер-классы коллег тоже было бы здорово. Потому что мы проводили мастер-классы в рамках балетного фестиваля, тоже по сцен движению, по классической хореографии, по современной. Знаете, очень много желающих. Прямо мы закрывали регистрацию, потому что более 60 желающих, очень сложно уже с аудиторией. Мы делили на несколько дней потом еще все желающие, чтобы смогли дали им тоже такую возможность. Если есть желание, пожалуйста. В дни фестиваля театра открыты. Мы приглашаем, конечно же, всех наших телезрителей принять участие в фестивале Опере. Это будет очень интересно. Спектакли проходят каждый день. Для того, чтобы попасть, нужно зайти на сайт, посмотреть, давить афишу, ознакомиться. Конечно. И успеть до 21 числа, я слышал, да? Да, 21-го мы закрываем наш четвертый фестиваль. И закрываем мы совместным галоконцертом. И галоконцерт мы посвящаем дню рождения театра. Театру 22-го исполнится уже 63 года. Мы первое отделение, наши дорогие друзья, делают из Новоуральска второе отделение наше. Я думаю, вот в этот день точно зрители увидят, как работают два театра, сравнят первое отделение, сравнят второе отделение и откроют для себя, наверное, что-то новое. Наверное, сравнивать, наверное, не совсем будет правильно, потому что каждый театр, он действительно, конечно, уникальный, со своими изюминками. И, наверное, тут вопрос, наверное, даже не сравнение, а именно показать все разнообразие театрального искусства. Потому что мы, наш Новоуральский театр, он является мультижанром. У нас есть все жанры. Мы показываем и классическую оперетту, и современные мюзиклы, и драматические спектакли, и различные экспериментальные формы. Поэтому в данном случае как раз показать весь спектр театральных возможностей – это, наверное, самая главная задача, чтобы зритель понял, что театр – это очень широкое понятие. То есть это не просто какие-то там опереты или чисто мюзиклы или балеты. На самом деле сегодня театр – это такая очень сложная конструкция, которая включает в себя все. И когда вот такие, получается, проекты совместные с коллегами, между регионами особенно, это расширяет просто колоссально культурный мир вообще в принципе человека. Потому что посмотреть то, чем живут регионы в другие страны – это очень важно на самом деле. Да, наши коллеги тоже побывали на открытии фестиваля. Давайте же вспомним, как все это было. «Фиалка Мон Мартра» – это не только великая венская оперета. Это последний шедевр Кальмана – одна из самых романтических оперет, где собрана целая гамма человеческих чувств, переживаний. Пронзительную историю отношений между людьми, подарившую массу положительных впечатлений, представили создатели оперы «Сурский рубеж». Мы собрали таких замечательных людей, чтобы с нашим коллективом они поработали и поставили спектакль, который бы понравился нашему любимому, дорогому зрителю. Волшебная музыка в исполнении живого оркестра переносит в чарующую атмосферу Парижа, в мир творческой богемы. В центре сюжета художник, поэт и композитор. В один прекрасный день они сумели заработать немного денег, создать свой театр и вывести на свет Божий из небытия удивительную артистку Биолетту, ставшую Примадонной Аперетты. Аперетты Имрек Альмана написаны. Им для его второй жены, на мой взгляд, является неким ответом на произведение композиторов направления веризма и постоянного страдания, потому что все это на самом деле рассказ о том, как нас, творческих людей, видит обыватель, нормальный человек. Яркие костюмы, дополняющие образы, уникальные декорации – все это в калейдоскопе сюжетных линий. Прекрасная музыка, прекрасное оформление, прекрасная режиссерская постановка – все соединилось и превратилось в букет фиалок, поделился художник-постановщик Елисей Шапилев. Мы пытались в этой истории покрасить это все в цвете, в фактуре, в красивом интерьере, в фонах, в свете и передать какое-то такое настроение модерна начала XX века. Многогранная, виртуозная игра, невероятные голоса младых и талантливых исполнителей привели зал в полный восторг. Мне очень нравится фестиваль, очень интересный спектакль, замечательная игра актеров, прекрасные голоса. Получаем большое эстетическое удовольствие. Крупнейшие музыкальные события очень значимы для нашей республики. Это развивает музыкальное искусство, культуру, способствует, получается, развитию вообще классического музыкального искусства и, прежде всего, для подрастающего поколения. Фестиваль продолжится большими гастролями Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. В программе авторские мюзиклы «Детские музыкальные сказки». Все очень красиво, прям через экран, видно, да? Ведь Ваню прям с ума захотелось сходить. Да-да, можно попробовать. Если нас пригласят. Обязательно, сходим. Следующий показ, кстати, «Фиалки Монмартра» будет 31 мая, поэтому все, кто не успел и не попал на премьеру, пожалуйста, приходите. И вы зарядитесь энергией, получите впечатление. Хочется еще спросить, как вы относитесь к критике? Как вообще? После фестиваля наверняка принимаете и отзывы, и критики? Знаете, очень мало какой-то прям критики. В основном это все очень восторженные отзывы, я бы сказал. Но критику мы принимаем и стараемся тоже поменять что-то, если какая-то конструктивная критика, поэтому мы положительно. Но пока только есть восторженные отзывы, как замечательно, какая игра артеров, как замечательно звучит оркестр, поскольку с оркестром работал приглашенный дирижер из Нижнего Новгорода в премьере. Вся постановочная команда практически из Санкт-Петербурга была. Это режиссер-постановщик и художник, который постановщик тоже из Санкт-Петербурга. А художник по свету был из Екатеринбурга, поэтому тут такое созвездие действительно талантливых молодых людей, которые сделали, я думаю, интересный спектакль. Главное, все сработались и конфликтов не было. Конфликтов нет, были какие-то сложности, но, соответственно, у нас всегда бывают какие-то сложности, когда мы выпускаем премьерный спектакль, хочется еще что-то добавить, хочется еще что-то порепетировать и так далее. Но, в принципе, мы выстроили график, который был удобен всем, и все в это время максимально отдались любимому делу, поэтому, мне кажется, что все было замечательно. Андрей Анатольевич, ваши артисты как довольны? В чем ваше? Как им выступать на такой сцене? Все равно же сцена, она как-то отличается, наверное. Ну, конечно, безусловно. Каждый выезд – это отдельная история, отдельное рождение спектакля. Потому что вчера, когда ставили спектакль, монтировали, пришлось переставлять многие мизансцены, потому что сцены гораздо больше, чем у нас в театре. И это, конечно, отдельное испытание для технических цехов, для художников по свету, для звукарей наших, да, потому что, опять же, говорю, что сцена другая, а спектакли приходится трансформировать, адаптировать под каждую сцену. И это очень такой процесс, который держит всех специалистов в тонусе. Артисты, мне кажется, вчера получали огромное удовольствие, потому что реакция зала была потрясающая. И это очень классно. Да, зал вчера и смеялся, и аплодировал. И вообще спектакль вот прям с первых нот приняли зрителей. Вот все выстроилось, пошло. Поэтому я думаю, что тут, опять же, обоюдно. И зрители, и артисты получили большое удовольствие. Я думаю, что сегодняшний день, завтрашний, послезавтрашний пройдется с таким же успехом. Да, впереди у нас очень тоже необычные спектакли. Снегурочка у нас получился очень интересный. Проект, когда мы взяли классический текст Островского. Там очень много слов, которые сегодня, наверное, нами воспринимаются уже не в том даже значении, как они были изначально, несколько там столетий назад использовались. Но взяли музыкальную основу современной фолк-поп-группы. И вот вся вот эта красота древнеславянская, обрядовая, она отражается через современную музыку фолка. Играет у нас камерный оркестр живьем. Это тоже очень такой необычный диалог именно с молодежью. Поговорить вот о первой любви, о том, как делать первый шаг вот на их языке. То есть это тоже очень иногда сложно с молодежью разговаривать на одном языке. Вот Снегурочка у нас как раз тот спектакль. И также мы привезли для детей, наверное, нашу уральскую такую необычную, известную, скорее всего, по сказам Божова сказку «Серебряная копытца». У ней было 8 номинаций на «Золотую маску». Прекрасный спектакль. Там, наверное, не знаю даже, кому больше нравится, детям, родителям, бабушкам. Потому что познакомить тоже с культурными какими-то традициями нашего региона тоже, мне кажется, будет очень интересно. Ну и, конечно, книга «Джунглей» по известному всем произведению, мюзикл, который написан тоже нашими авторами, нашим композитором. Также Евгением Гоглоевым, нашим автором. Тоже совершенно потрясающий, семейный, абсолютно, наверное, вне возрастной. Один из спектаклей – это будет «Сорочинская ярмарка» по всем известному произведению Гоголя. Тоже потрясающий свет. Ну, я думаю, что тот, кто придет, оценит по достоинству. Надеемся, да. Андрей Викторович, с недавних времен у театра вашего появился свой бренд, а ведь «Волга-Опера» даже мы сегодня видим на вашей рубашке. «Волга-Опера», как к этому пришли, тоже можете немножко рассказать интересные моменты, может, были? Ну, вообще мы очень долго думали, как оживить театр, соответственно, как привлечь новую аудиторию. Практически год мы работали над созданием бренда, придумывали стилистику, придумывали название. И потом мы стали думать, что мы действительно театр на «Волге», и «Волга» ближе всего к нам. Если смотреть протяженность реки «Волги», она более 3000 километров, в Чувашии она проходит более 120 километров. Мы подумали, вот есть «Волга», есть театр, который возвышается, и почему бы нет? И, соответственно, есть звуковая волна, есть волна реки, и как-то это все сошлось. И, соответственно, мы сейчас на стадии регистрации уже нашего бренда «Волга-Опера». Конечно, по документам он также будет оставаться Чувашским государственным театром оперы и балета, но дополнительно будет еще «Волга-Опера» и «Адал-Опера» на Чувашском тоже это все. Все гости театра теперь будут всегда на «Волне». Да, на «Волне», на «Волне», да. Ну, очень красиво звучит, мне очень нравится. По Чувашке тоже можно сказать «Пархумчинчэ» на одной «Волне». Да, да, да. Да, да. Мы сейчас как раз тоже и мерч у нас будет разный, и сумочки, и карандашики, и ручки, тарелочки, футболки – это все сейчас уже есть. И по чуть-чуть мы уже добавляем нашу сувенирную продукцию. И, знаете, зрители с большим удовольствием сходили в театр на спектакль или купили какой-то сувенирчик, который будут хранить. Там есть и брошки, есть сережки. Поэтому вот как-то так очень приятно встретили и зрители это все. Я думаю, что это большое будущее дальше в этом направлении. Желаем успехов, а, к сожалению, наше время заканчивается. Хочется узнать о дальнейших планах, какие у вас дальнейшие планы на сотрудничество, может быть, между двумя театрами, да? Что дальше ждет, да? На самом деле мы вчера тоже обсуждали очень много планов, и действительно мы будем думать о совместных коллаборациях. И совместно наши творческие подразделения, может быть, отправятся в Новоуральск и там сделают что-то. А мы пригласим коллег из Новоуральска с нашими артистами, с нашим творческим составом поработать. Мы не будем, наверное, раскрывать все секреты, да, поскольку чуть-чуть позже мы удивим нашего любимого зрителя на нашей сцене и на вашей сцене. На самом деле, конечно, обменные гастроли, это, еще раз говорю, всегда положительный, отражается на работе обоих театров всегда. Новый зритель, новые эмоции, развитие труппы прежде всего, потому что это очень важная новая сцена. Вот, но и мне хочется, наверное, пожелать, чтобы зрители любили театр, потому что театр – это всегда про любовь, это всегда какие-то эмоции положительные, отрицательные. Вот говорили про критику, критика всегда нужна, критика всегда будет, и это правильно, это всегда нас заряжает на какие-то новые достижения. Поэтому любите театр, ходите в театр, получайте эмоции, я думаю, что это всегда сможет как-то украсить жизнь. Спасибо вам за такие пожелания. Конечно же, ждем вас еще в гости, надеемся, что это первый, но не последний раз. Спасибо. Конечно, приглашаем всех наших телезрителей в театр опера и балета, там очень интересные спектакли. Билеты можно купить, наверное, и онлайн, да, ведь сейчас? Да, и онлайн, пожалуйста, покупайте, как удобно, можно в кассу, и цена билетов в районе 300 рублей, поэтому она очень доступна. И действительно, мы сделали такое событие, чтобы все зрители сходили, посмотрели и сходили на несколько спектаклей, поскольку цена билета очень, очень демократична. Спасибо Росконцерту, который позволяет нам это делать, на самом деле, демократические цены, а не в том числе за счет того, что федеральная программа компенсирует часть расходов, это как раз делает театр доступным. И задача этой программы как раз сделать театр доступным. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам и рассказали, очень интересная беседа была, желаем вам дальнейших успехов и, конечно же, хорошего дня вам. Спасибо. 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 Спасибо.